Вот и вышла вторая часть видео продолжения нашего путешествия на море. В предыдущем видеоролике, который сейчас был в уголочке, мы рассказывали, как мы остановились в пансионате морской, как мы туда добрались, и закончился ролик такими словами. И мы с радостью вам покажем, что здесь за шведский стол, какие вкусняшки дают и как тут вкусно готовят. Как вы уже догадались, тема данного видео это полностью кухня пансионата морской. Пансионат морской сосредоточен на том, чтобы предоставлять качественное питание тем, кто там отдыхает. Туда включается трехразовое питание по системе шведского стола с тщательно сбалансированным меню, которое включено в стоимость. И мы вам сейчас покажем, чем нас угощали, что мы кушали все эти дни, когда мы отдыхали. Итак, начинаем. Люди уже подходят, как и мы, на эту смену со всего пансионата. И каждый на своё столик. У нас номер 7 столика. Вот так вот здесь всё устроено. Шведский стол. Красивые здесь чашки, столы. Наш столик номер 7. Столик прямо при входе. Вот он. Очень приятно. Седьмой столик. Малюшка пошла брать, кушать. Здесь есть и хлебушек. Есть и огурчики. Есть и помидорчики. А это салатик. Да, достаточно, да. Вот такие вот салатики. Здесь вкусные. Здесь вкусная капуста, морковь и фасоль. Морковь со специями. Ты такой будешь? Да, чуть-чуть будешь. Дальше у нас салатик из салата. Салат, помидоры и мясо какое-то. И мясо куриное. Какая картошечка. Здесь в такой красивой шкатулочке, сейфе. Молодая картошка. Запечённая. Да. С укропчиком. Да. Здесь у нас есть печень. Красивая беда выходит. Ты плов будешь? Плов не хочу. Сегодня пяточки возьмём. То есть если посмотреть вот этот вход, с этой стороны у нас с одной стороны обслуживание и с другой. Чтобы не было очереди, люди позанимали, отдыхают, ужинают и получают удовольствие. Ну и наш салатик. Вот это, кстати, на кефир и йогурт. С вкусом персика. Это йогурт. С персика. Отлично. Валюша спрашивает меня, наелся ли я. Я действительно наелся. Остались одни косточки. Валюша ещё кушает салатик и кусочек мяса. А я ещё пойду, Валюша, пойду возьму беточек. Беточек? Да. Для тех, кто ещё не наелся, остатки пищи и достаточно много стоят здесь. После того, как покушали, всё можно отнести, даже нужно отнести всё в отдел. В таких интересных коробочках, вот так вот можно достать аккуратненько салатик. Очень удобно. Посуду мы сдаём вот здесь. Большое спасибо вам. Ну а это уже день, второй завтрак. Вот такой вот горошек. А здесь у нас макарошки. Сырок. А здесь запеканочка. Вот мы уже насыпали, как отличается порция Валюшки утром и как отличается моя порция, потому что очень тяжёлый день, очень много съёмок и... И после воды обычно хочется кушать. Да, и чтобы этого не хотелось сделать, мы сейчас уже покушаем. Желаем вам приятного аппетита. Ну а здесь среди напитков можно выбрать любой для себя нужный напиток. Можно кофе сделать, а можно чай. Вот есть мак-кофе. Мы сейчас сделаем и будет очень вкусный напиток. Кстати, я очень люблю этот напиток. Петровская свобода. Ну а это уже обед. Сейчас я вам вкратце покажу, что нам давали. Всё было очень вкусно. Огромное спасибо кухне. По поводу обеда, который у нас был, то есть утром вы видели, да, то, что давали. Кто-то, может быть, думает, ну, может быть, кормят остатками и потом там смешивают, приносят. Ничего подобного. Ребята, принесли. Была сегодня картошка запечённая. Отдельно это всё было. Потом была в какой-то подливке. Потом была пупы с грибами. Маленькие пупы. Отдельно в подлива такая была. Потом была ещё вермишелька. Была... Не, вермишельки это утром была. Было несколько разновидностей салата. Были огурцы и помидоры отдельно нарезанные. Были запечённые какие-то такие котлеты в шариках. Очень вкусные. И отдельно ещё были у нас жареное мясо. Кусочки курицы обжаренные. То есть, бери сколько хочешь. И ещё оставалось. Если чего-то не хватало, потом подносили. После того давали вкусный компот сладкий. И потом давали как сок пюре своего рода. Сок пюре детский такой яблочный. И с таким приятным привкусом. Сзади у нас детская развлекательная программа сейчас. Я не просто так красный, ребята. Я реально сгорел. У меня сейчас пекут плечи. Пекут... Спина печёт. Это я сегодня прогулялся. Был в аквапарке. Здесь из чего-то вы ещё не видели. Но вы это ещё увидите. Сейчас мы будем идти в столовую. Вот там вот она находится. И покажу вам, конечно, что будет на ужин. И мы завтра в 16 часов выезжаем. Ещё будем на обеде и на завтраке. Будем и дальше рады вам показать все эти вкусняшки. Рассказать про красоту этого пансионата. Вот знаете, что мне нравится в этом пансионате? Что он закрытая местность. То есть вы видите сзади, там находится улица за забором. Другие пансионаты, когда проходишь, там фактически улица. И ворота или забор из решётки. И всё, что происходит здесь на территории, смотрят, проходят, видят. Здесь же, здесь закрытая территория. То есть закрыта деревьями, забором высоким. С той стороны там стоят, торгуют чем-то там фруктами, овощами. А здесь как совсем другая территория. Как будто упал маленький детский городок. Но если у вас детей нет, это не значит, что как у нас, например. Не значит, что вам будет здесь неуютно. Очень будет уютно. Итак, поехали дальше. Во вторую смену, в 19.30, вот мы все собрались. Красивые частики, я не просто так с них начал. Вот, как бы, они такие скромные, металлические, тем не менее. Но помогают удобно контролировать время. Знаешь, когда тебя пустят. Здесь у нас вени-гретик. Одной ложечки недостаточно. Просто тут всегда так много салатов. Каждый салат по-своему очень вкусный. Хочется каждый попробовать. А это с крабовыми палочками салатом. Здесь корейская морковка. Смотрите, как красиво. Прям разные цвета. Здесь еще не все. Картошечка запеченная. С мясом. С мясом. Да, достаточно. Есть гречка. Гречку не хочу. Есть печенка. О, печенька. Гриба с печенью. И рыба. Как вы представляете, рыба? Рыба. Как можно не поправиться? Ну, в бассейне мы выплю скорее. Мне еще положи. Еще? Да. И еще. Ого. Я люблю печень. Петочки с мясом. И рыба. Рыбу кусочек. И кусочек мне крылышка. Здесь еще крылышки есть. Вот эта рыба. Здесь крылышки. А здесь йогурт и молоко. Ну, вот наш ужин. Мы решили хлеб не брать, потому что это хлорийный. Здесь у нас йогурт, а здесь у нас ватрушки с сыром. Покажи ближе, какие они кушистые. А, с гороком. Да. Обычно я ем мало, но тут просто нельзя сдержать себя. Не потому что это бесплатно, или мы оплатили. Потому что мы хотим отдохнуть, и очень вкусно. Действительно, готовят по-домашнему. Я еще ни разу здесь не пробовала, чтобы было что-то невкусное. Да, это правда. В зале висят огроменные часы. Они на вид выполнены как будто из металла. Если вы хотите узнать время, вам достаточно посмотреть на эти часы. Выглядит очень солидно. И вот если приблизить поближе, то действительно из нержавеющей стали. Видно там серьезный механизм. Вот так вот отражает время. Очень красиво. Насытившись, мы отчаливаем на дальнейшую площадку отдыха. Насытившись так, что очень вкусно. Ну, не переели, а вот просто всего по чуть-чуть. На следующее утро мы не пошли на завтрак, потому что я очень обгорел. И себя очень нехорошо чувствовал. Валюшка меня спасала. А вот на обед мы сходили. Но было тоже все очень вкусно. А теперь давайте будем сжигать калории. Смотрите видеоролик, как мы отдыхали в аквапарке. Как мы ездили на остров. И путешествия на набережную. А также еще много интересного. Итак, оставайтесь с нами и, пожалуйста, комментируйте видеоролики. Огромное вам спасибо за то, что оцените их. С вами был Сергей. Это канал Сергей и Валя Грачевы. От Валюшки привет!